В тонкости экономики Маргарита Чумина начнет вникать в сентябре. Пока мысли больше об экономии. Платить за учебу в престижном вузе студентке-первокурснице придется 36 тысяч рублей за семестр. Расходы окупятся не скоро. Учиться на экономиста модно, но найти работу по специальности нелегко. Стать студентом-бюджетником тоже. Большой конкурс по сравнению с прошлым годом. В этом вообще большой конкурс. По прошлому, как знакомые говорили, я могла бы пройти, но в этом, к сожалению, не включился. В приемной комиссии СГА утверждают, количество абитуриентов на экономические специальности в этом году уменьшилось. А вот желающих стать инженерами стало больше на 20%. Конкурс на инженерные специальности – три человека на место. Это реальные цифры. Есть еще и виртуальный конкурс. ЕГЭ дал будущим студентам больше возможностей. Каждый абитуриент имеет возможность подать документы в пять вузов на три специальности в каждом. То есть один абитуриент может родить 15 виртуальных абитуриентов. То есть их как бы полно кругом во всех вузах. А на самом деле их нет. Вот это неправильно, я считаю. Традиционно в самарских вузах много иногородних студентов – около 45%. К нам едут из Оренбурга, Пензы, Ульяновска и даже Сибири. В большинстве вузов план приема на бюджетные места не изменился. Цены для оплатников тоже остались на уровне прошлого года. Но гуманитарий в стране больше не требуется. В Поволжской социально-гуманитарной академии лишь четырех журналистов выучат бесплатно. Бюджетных мест, как в целом во всех вузах на гуманитарной науке не так много. Это обуславливало высокий конкурс. На 4-5 бюджетных мест подается более 100 заявлений. Соответственно, и проходные баллы на бюджет достаточно высоки. У нас проходной балл на лингвистику составил 245 баллов. Юристов и экономистов по-прежнему перебор. А с аграриями проблемы. Сельскохозяйственная академия план выполнила с трудом. На некоторые факультеты поступить можно было с 97 баллами за три экзамена. Марина Кравцова, Дмитрий Тарасов, ГИС События.